Добрый день! В эфире программа «Молния» в студии Александра Гаврилова. ЕС назвал закон об иностранных агентах угрозой для независимых СМИ. Россия, приняв закон о СМИ и на агентах, нарушила взятые на себя обязательства в области прав человека, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы. В Брюсселе подчеркнули, что распространение закона об иностранных агентах на СМИ является еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России. Конец цитаты. В ЕС расценивают меру как угрозу для независимых СМИ. Ранее закон о СМИ и на агентах подвергла критике агентства, курирующие государственные СМИ США. В организации заявили, что ответ Москвы на действия Вашингтона в отношении телеканала «Раша Тодэ» и «Спутник» нельзя считать зеркальным. ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Минздрав готовит необходимые изменения в законодательство. Согласно поправкам, ВИЧ-инфицированные смогут усыновлять детей или брать их под опеку. По словам экспертов, если людям с ВИЧ разрешат усыновление, у малышей с таким же заболеванием будет больше шансов обрести семью. В проблеме ВИЧ регулярно уделяется внимание на государственном уровне. Так, на этой неделе пройдет всероссийская акция «Стоп ВИЧ-спит». В ее рамках запланированы многочисленные просветительские мероприятия. Так, например, с 27 ноября по 3 декабря жители столицы смогут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также поучаствовать в других мероприятиях, приуроченных ко дню борьбы со СПИДом. Сделать это можно будет у входа в главный корпус РУДН, в клиникодиагностическом центре медицинского института РУДН и на ВДНХ. Также мобильные диагностические бригады проведут лекции по диагностике и профилактике ВИЧ в школах, вузах и центрах госуслуг. Песков рассказал о переговорах Владимира Путина и Башара Асада. Переговоры глав двух стран внесли большой вклад в успешное завершение в Сочи трехстороннего саммита лидеров России, Турции и Ирана, заявил пресс-секретарь президента России. Напомню, Башар Асад побывал в начале недели в России с однодневным визитом. Он провел переговоры с Путиным, а также встретился с руководством Минобороны и Генштаба России. Лидеры двух стран констатировали скорый разгром террористов в Сирии, а также обсудили принципы проведения Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Президенты России, Ирана и Турции по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить доэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог. По словам Пескова, Владимир Путин продолжит дипломатический марафон по обсуждению ситуации в Сирии. И в продолжении темы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьем» на одном из федеральных каналов, где во время своего выступления дал прогноз относительно перспектив развития отношений между Россией, Турцией, Сирией и Ираном. Ну вот сегодня может начаться положительное развитие. И я предложил создать союз пяти государств. Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. Только там, внутри этой федерации, можно оставить покои курдов. Это будет общее государство. Я не говорю, что это будет единое, но типа Евросоюз. Но я знаю, что там будет руководителем. Я знаю, что там будет русский язык. Арабский, турецкий, персидский, курдский. А я думал, вы скажете, а возглавить это должен человек, который знает. Я из Москвы ни шагу не потрогаю. Вот другое дело, да. Из Москвы, да. Поэтому сейчас Турцию разозлил Америка, Евросоюз, Германия. То есть она не желает с ними общаться. Иран в блокаде. И все его клюют, так сказать. В том числе и турки, их недолюбливают. Там и проблемы с курдами везде. То есть они к нам тяготеют. Мы единственные для них нейтральные. Мы русские. Мы, так сказать, не вмешиваемся напрямую в их дела. И мы нигде не были в столкновении. Но вот по Сирии они увидели нашу мощь. Они поучаствовали. И теперь самое главное, я заканчиваю. Видите, вам не имелось отдать туда. Да, я вас волнуют. Ограничить меня. Да, потому что у вас будет безграничное воскресенье. Вы доиграетесь до 18 марта. Я надеюсь. Вот сейчас мы можем о чем договориться. Все три страны. Безопасность. Мы им обеспечим полную безопасность. Но продать им все. Вот там может быть С-300, С-400, С-500, Иран. Но от Ирана что требовать надо? И от Турции. Базы. Инжерлик передать нам. Мощная военно-воздушная база. Иран пусть не жадничает военно-морскую базу. И сбудется наше последнее прогноз, что наши моряки окажутся на берегу Индийского океана. И военно-воздушную. Хамадан или вот на берегу Индийского океана. То есть мы им даем безопасность полную. Мы закроем небо над ними. Ну, я имею в виду фигурально. У них купим все, что у них есть лишнее. У нас огромная страна. И все, что у них созревает круглый год, пойдет туда. Мы отдыхаем у них. Мы им даем доход. Самые выгодные отношения им только с нами. Поэтому я прошу всех турок, персов и арабок. Арабов хорошо учить русский язык. И сегодня актуальные новости обсудим с руководителем межорегиональной организации РУС Владиславом Колхидовым. Владислав, приветствую вас в студии. Предлагаю обсудить нашу повестку дня. Ну вот, Дмитрий Песков рассказал о переговорах Владимира Путина и Башара Асада. Также завершился саммит в Сочи. Трехсторонний саммит завершился успешно. Что думаете и как оцениваете итоги саммита? Надо отметить, в первую очередь, что европейские страны и страны Запада, такие как США, находятся в таком отрицательном отношении к нам по всем этим вопросам. Это свидетельство о том, что мы идем в правильном направлении. В очередной раз убеждаемся, что все, что не нравится Америке, нравится и полезно, в первую очередь, нам. Стоит отметить, так же, как президент Сирии высоко оценил действия нашего государства в борьбе с ИГИЛ. Мы спасли, если говорить так уж откровенно, спасли государство от этой чумы. К сожалению, это чума, на самом деле, 21 века, которая угрожает всему миру. Это касаемо Сирии. По поводу трехсторонних переговоров стоит отметить, что, несмотря на то, что есть многие разногласия между Ираном и Сирией, во многих вопросах Россия находит точки соприкосновения и ведет общий диалог. Вот этому стоит, наверное, поучиться сейчас и Америке, где, куда она приходит, там начинается война. Когда мы приходим, там война заканчивается, но и начинается нормальный дипломатический диалог. А что вы думаете о предложении Владимира Жириновского объединить страны, Россию, Турцию, Сирию, Иран, Ирак? Ну, Владимир Жириновский уже не одно десятилетие доказывает, что во многих вопросах он оказывается прав. И его мышление, наверное, идет на улучшение многим государствам. Но также Владимир Вольфович в первую очередь отставит интересы России. И в этом вопросе в том числе. Конечно, Россия – это настолько большое государство, многонациональное, многоконфессиональное, с огромными природными ресурсами и новыми технологиями, что странам, как Ирану, другим странам, есть чему поучиться и у нас, и у них. Правильно сказали, что с точки зрения экономики, все, что будет расти там, будет приезжать сюда. Мы тоже многое сможем туда продавать. Но самое главное, что делала Америка за последние, наверное, сто лет, это увеличивая количество военных баз на территории других государств. Мы должны следовать этому же пути. В первую очередь, чтобы соблюдать баланс. Когда этот баланс будет соблюден, мы тогда сможем чувствовать себя, мягко говоря, уверенно. И экономически мы будем иметь более весомое положение, и, конечно же, политически. А как вы оцениваете перспективы создания такой федерации по типу Евросоюза? Вот слияние вот этих пяти стран? Самое главное, чтобы Россия имела там ключевую роль. Вот если это будет так, то, конечно, это огромный плюс, в первую очередь, для нашего государства. Если нет, то, я думаю, и диалога никакого не будет. И вот еще один ключевой момент, о котором говорил Владимир Вольфович. Он говорил о том, что Россия должна обеспечить безопасность, но в ответ потребовать от того же Ирана базы. Да, вот просто я именно и говорю, что если будут наши военные базы стоять, поверьте, мы тогда сможем контролировать всю эту огромную территорию, которая тоже является мегаконфессиональной, в первую очередь, где преобладает и ислам, где, к огромному сожалению, есть и радикальный ислам. Вот когда мы будем иметь контроль, когда мы будем понимать, что творится на земле, тогда мы будем выстраивать определенную позицию по этому поводу и решать эти вопросы уже там, на месте. Как вы считаете, вот Россия своими действиями в Сирии зарекомендовала себя, то есть она доказала свою реальную мощь? Мы не сколько доказали, мы сколько в очередной раз показали. Все прекрасно понимают, просто США с помощью своих, скажем так, средств массовой информации по всему миру, дискредизировала Россию во многих вопросах, в первую очередь, военной мощи. Но мы здесь показали в очередной раз, что вы, дорогие друзья наши, ошибаетесь. Мы имеем такую мощь, и поэтому наши военные заказы извне поступают в огромных количествах. Многие страны, которые, скажем так, с опаской смотрели на качество и на возможность действия военной техники российской на территории других стран, если кто-то бы закупал, был под вопросом. Сейчас этот вопрос снят. Все видят, что мы справляемся и с объемами, и с качеством, и самое главное, с теми технологиями, которые, поверьте, нет даже и у США этих технологий, многих. Но также вот Владимир Жириновский еще несколько лет назад говорил о том, что Россия лучше идти по южному направлению, а не западному. То есть лучше сближаться со странами, которые расположены на юге, нежели со странами запада. Это более перспективно. И, как мы видим, сейчас действительно это так. Сейчас проходят различные саммиты, сейчас различные договоренности утверждаются. Как вы считаете, вот в перспективе в будущем Россия все-таки должна следовать южному пути? В том числе. Настолько большие, я повторюсь, что должны работать во всех направлениях. Если мы будем на 360 градусов общаться со всеми, наверное, весь мир и покорим. В данном случае с Европой мы когда-то, в 90-е годы, даже в момент распада Советского Союза, потянулись за этими красивыми вещами, красивой, в кавычках, жизнью. На самом деле у нас была своя жизнь, которая имела мораль, культуру, уважение друг к другу. А в отношении тех стран юга мы можем, скажем так, многому их научить. Выступать как старшими товарищами, где-то даже старшими братьями. Вот когда-то, да я думаю, сейчас это есть во многих регионах, национальных в том числе, что русский народ воспринимают как старшего брата, а русский народ остальные как младшего брата. Вот такое же отношение должно быть с южными странами. Когда нас будут в Сирии, допустим, воспринимать, опять же повторюсь, как старшего брата, как старшего товарища, те, кто в данном случае спасли нас, то, конечно, нам в этом направлении не то, что нужно отказаться от старых, но нужно стоит идти в этом направлении в том числе, не прерывая другие дипломатические отношения. Владислав, а на ваш взгляд, какая стратегия должна быть в выстраивании отношений с Америкой? Здесь уж точно не как старший брат. Мы пытались много раз дружить, да, в данном случае мы должны просто показывать, насколько наша мораль и наши действия соответствуют нам самим. Я думаю, США как бы нас не клеветали, но они не смогут перебить ту правду, если она будет идти в тех масштабах, в которые мы сейчас выходим. Владислав, я предлагаю продолжить нашу беседу сразу после короткой рекламы. А я напоминаю, сегодня актуальные новости обсуждаем с руководителем межрегиональной организации РУС Владиславом Колхидовым. Владислав, предлагаю продолжить нашу беседу. Мы начали вам с вами говорить о итогах трехстороннего саммита в Сочи. Был период, когда у России и Турции были достаточно напряженные отношения и даже было закрыто воздушное пространство. На ваш взгляд, благодаря чему удалось преодолеть это напряжение? В первую очередь, рвению двух государств к нахождению общих тем и, самое главное, желанию решить этот дипломатический спор, чего у нас, к сожалению, не может быть США. Потому что мы хотим, а они нет. С Турцией на самом деле многое нас связывает. К огромному сожалению, история показывает, что было очень много войн с турками. Но сейчас 21 век, в век в первую очередь дипломатических и экономических отношений. Если мы будем следовать тому пути, по которому мы сейчас идем, то, конечно, со многими государствами, с которыми есть сейчас разногласия, не такими крупными, как США, конечно, мы будем находить точки соприкосновения. Турция для нас важный союзник. Теперь мы союзники. И мне бы очень хотелось, чтобы в этом качестве мы друг другу оставались как можно дольше, а лучше и навсегда. Турция член НАТО. И если в будущем все-таки удастся, скажем так, либо убрать эту военную базу НАТО, либо поменять на российскую военную базу, то и Турция себя обезопасит, и мы себя обезопасим. Тем самым это в ущерб, конечно, американцам в первую очередь, и странам тоже НАТО. Вот к этому мы должны сейчас стремиться, потому что были и есть противопоставления друг с другом между Турцией и турецким президентом, который очень активно критикует НАТО, критикует Европейский союз, и также критикует и руководство Америки. Мы должны, скажем так, отстаивать свой нейтралитет и просто наблюдать в этом вопросе. Как вы считаете, какая последует реакция Америки на сближение России с той же Турцией, Ираном? С любой страной, с которой мы хотим сблизиться и нормализовать, либо улучшить отношения, везде США выступают против. Это, знаете, как та большая собака, которая немножко помешалась. И самое главное, не американский народ, а американское руководство, которое не понимает, что делает, не понимает, что творится на земле, не понимает, как вообще общаются там люди, но своя идеология почему-то у них превыше любой другой. Ну вот так. Проводя саммит, лидеры трех стран подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог. Как вы считаете, сколько еще нужно времени, чтобы окончательно победить террористов и восстановить мир? Как я сказал Владимир Путин, в целом, в этом регионе, я имею в виду, допустим, в Сирии, мы практически закончили свою военную операцию и практически освободили территорию Сирии от игеловцев. Что касается в целом борьбы с терроризмом, это еще предстоит огромная работа. Я думаю, что не один год мы еще будем справляться, но я думаю, в конечном итоге справимся. Только объединение, как во Второй мировой войне. Если бы мы не объединились, если бы весь мир не объединился против фашизма, мы бы не победили. Если бы выстраивали такие отношения, как выстраивает сейчас США с другими странами и ведет двойные стандарты, работает по этим стандартам. Ну, о чем тут говорить? Если бы не США в Сирии, поверьте, давно был бы решен вопрос с ИГИЛ на 100%. Мы сейчас начали с вами говорить о союзниках России. Но вот также поговорим об отношении России с США. На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, после которого Дональд Трамп написал, опять же, в одной из социальных сетей, о том, что разговор получился замечательным. Вот часто очень Дональд Трамп озвучивает итоги встреч, как замечательный, прекрасный, он настроен на диалог, но на деле происходит совершенно другое, и Америка в очередной раз выкидывает неожиданный номер, вот в том числе со СМИ и на агентами. Что думаете вы на этот счет? Во-первых, у президента США не настолько много полномочий, как мы привыкли об этом думать. Если Сенат и администрация президента во главе с самим президентом имеют одно мнение, то, конечно, работа получается. Если они сами враждуют, то получается хаос, особенно в тех странах, которые подконтрольны США. Дональд Трамп, в первую очередь, бизнесмен, скажем так, экономист, даже если так ему можно назвать, ему крайне интересно работать с Россией, и он уже год с лишним пытается уговорить и убедить своих коллег в ниже стоящем органе власти о том, что нужно с Россией выстраивать, по крайней мере, экономические нормальные отношения, а не вводить все более новые жесткие санкции. Но самого Дональда Трампа забили в угол, и я не знаю, как он с этим справится, но он вообще имеет такую историю, как и в бизнесе, так и теперь уже и в политике, что выходит с любой ситуации даже самый сложный победителем. Будем очень надеяться на это, потому что ему крайне важно и необходимо, да ему и самому хочется, как человеку, нормализовать отношения с Россией. Но уже и Евросоюз отреагировал на закон о СМИ и на агентах. Я напомню, что он был принят достаточно в короткие сроки и послужил зеркальной мерой на действия США. Ну так вот, в Евросоюзе назвали закон об иностранных агентах угрозой для независимых СМИ. И еще раз подчеркнули, что Россия нарушает взятые на себя обязательства в области прав человека. Как прокомментируете? Права человека в первую очередь нарушаются самими штатами во всем мире. Почему новостные издания, которые, их новостные издания, американские, должны транслировать ту ложную информацию, которая освещается у нас? Почему нужно унижать Россию? Почему нужно унижать наших граждан? Кто вообще дал право Соединенным Штатам ввести такую политику? Мы себя просто обезопасили. И да, мы ответили зеркально, как бы это ни говорилось. Russia Today очень пользуется огромной популярностью в Европе, даже в США многие смотрят. Но это не повод, чтобы приравнивать и иметь, скажем так, рычаги манипуляции в отношении Russia Today, то есть отношение, скажем так, правдивой информации. Правда, но она всегда восторжествует. Очень много новостных изданий, которые показывают у нас, которые публикуются у нас, и в интернете в том числе, которые несут ту чушь, на которую вырастает поколение, наше поколение, и оно становится прозападным. Вот с этим нужно бороться. И не знают они ни своей истории, ничего. Потому что просто их информировали не так и не вовремя. Ну вот Брюссель отмечает, что принятие закона о СМИ и на агентах – это очередная попытка России сокрастить пространство для независимых голосов в России. Вот, как вы считаете, каким образом Россия сокращает пространство для независимых голосов? По сути, в законе же принято, нет каких-то действительно суровых мер. Просто СМИ должны будут отчитываться в Минюсте, и будет также на сайтах маркировка о том, что это иностранный агент. Вы знаете, в Европе достаточно давно пытаются сходить с ума, и сходят. Именно пытаются. Потому что многие подконтрольные страны США всячески поддерживают их, может, того и не желая. Мы никак не ограничиваем. У нас, вы вспомните, Юнисеф, которая проводила огромные молодежные форумы. Это дети, которые участвовали еще до 18 лет. Я сам был участником данных слетов, когда еще их не признали иностранными агентами. И, поверьте мне, во многих вопросах они несли отрицательную информацию. Но нас как-то наши наставники переубеждали, объясняли, что они не так понимают еще что-то. То же самое и в СМИ. То же самое и в Европе. Если Европа не хочет понимать, что такое мораль, культура, отношение нормальное к каждому гражданину, ну зачем тогда навязывать свою политику нам? Не хотите? Вот не лезьте со своими делами в наши дела. Вот этот вопрос будет тогда исчерпан. Влад, на ваш взгляд, чем же так мешал телеканал «Раша Туда Америки»? Правдой, правдой. Просто правдой. Мы эту правду несли и несем во всем мире. И нас, я думаю, никто не остановит в этом деле. Если кто-то хочет врать, пускай врут. Но мы будем всячески пресекать это. Как это и делаем. Влад, у нас есть еще одна новость в повестке дня. ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Минздрав готовит необходимые изменения в законодательство. Что думаете о вот таком нововведении? Во-первых, скорее всего, у нас большое количество ВИЧ-инфицированных. Поэтому такая мера, она просто необходима. И я думаю, те люди, к огромному сожалению, которые либо по своей, либо не по своей вине были заряжены и болеют этим недугом, это на самом деле тоже нужно иметь мужество. Огромное мужество как мужчинам, так и женщинам бороться и жить дальше, зная, что у тебя такой диагноз. Но если будут воспитываться дети в этих семьях, и им будут прививаться, что такое хорошо, что такое плохо, у нас будет абсолютно другая культура в обществе по отношению к этим людям и этих людей к абсолютно здоровым. Вот везде нужен баланс. Вот этот баланс Министерство здравоохранения хочет, скажем так, привить, что ли, данным людям. И в первую очередь здоровым в том числе. Скажем так, поддержать общество. Ведь люди порой просто не знают, как жить с этим недугом. Многие просто не знают, что они вообще болеют. И волей-неволей бывает заражают других людей. Посмотрим, что с этого получится. Нужно обсуждать, просто обсуждать это. Ну, также вот отмечают, что у малышей с таким же заболеванием будет больше шансов обрести семью. Действительно, таких детей мало кто хочет усыновлять. И основной фактор – это страх. Страх, что можно зародиться. Как вы считаете, улучшится ли ситуация с усыновлением? Знаете, я думаю, что улучшится. Потому что, если не ошибаюсь, родителям, которые сами болеют этим недугом, им нельзя усыновлять здоровых детей. Да это и опасно, если так говорить. А здесь уже семья, которая… Во-первых, ребенок будет находиться в любви. Он поймет, что такое отношение нормальное, семейное, да, родительское отношение к самому ребенку. Вот если мы будем исследовать по этому пути, я думаю, скажем так, любовь, что ли, к ближнему у нас будет появляться. Также в столице пройдут мероприятия с 27 ноября по 3 декабря, где каждый может пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. И эти мероприятия будут приурочены ко дню борьбы со СПИДом. Что думаете вот о таких вот социальных проектах? Знаете, я считаю, что такие социальные проекты должны как-то быть, что ли, каждодневно и анонимно. Если человек, ну не знаю, заподозрил, да, что он сам болеет, либо кто-то из его товарищей, коллег, друзей, то человек должен прийти и абсолютно бесплатно провериться. Это генофонд нашей страны. Чем больше здоровых и сильных людей, тем государство сильнее. Знаете, когда-то в США подчитали, чтобы государство независимо существовало и не нуждалось ни в ком и ни в чем извне, нужно иметь население более 300 миллионов человек. У нас в период советского времени эта цифра была. Сейчас этой цифры, к огромному сожалению, нет. И мы должны, как ни странно, но рожать больше. Государство должно способствовать и, скажем так, поощрять это. В том числе и безопасностью. Если человек может прийти, обследоваться, проверить себя и убедиться, что он здоров, ну, я думаю, у каждого человека будет такая большая, что ли, уверенность и уверенность в завтрашнем дне. Надежда, что ли, на лучшую жизнь. А если человек болеет, то он, по крайней мере, будет знать, что он не один. И государство его всегда поддержит и научит жить с этим недугом. Ну вот, также проведут диагностические бригады, лекции по диагностике и профилактике ВИЧа в школах, в вузах и в центрах госуслуг. Вот насколько важно оповещать нашу молодежь? Вот такая профилактика, насколько она важна? Вы знаете, я помню, когда еще я в школе учился, у нас приходили и рассказывали. Но ярко мне запомнился огромный проект, он имеет мировой масштаб, танцуй ради жизни. Поэтому нужно как такие проекты разрабатывать, двигать их, и появляется будет новая вещь. Владислав, благодарю вас за интересную беседу сегодня. В эфире была программа «Молния». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok